Тест-драйв Красноярского аэропорта. Сотни добровольцев проверили новый пассажирский терминал Емельянова. Недавно его показали первым посетителям. Чтобы избежать проблем в работе, перед открытием терминал решили протестировать. В аэропорте побывал и мой коллега Максим Лебедев. 500 волонтеров пригласило руководство Красноярского аэропорта, чтобы проверить системы нового терминала. Вместе с ними проверим работу местных служб. Первый пункт досмотра – входной контроль. Ставим багаж на ленту интроскопа. И проходим через рамку металлоискателя. У меня ничего нет в карманах. Ничего запрещенного в моем багаже не нашли. Следующий этап – стойка регистрации. Судя по всему, я лечу в Игарку или в Москву. Ставим багаж на весы и отдаем паспорт агенту службы организации пассажирских перевозок. Затем сумки попадают в багажное отделение на сортировочную ленту, где их еще раз досматривают и распределяют по рейсам. Пока наши вещи находятся в багажном отделении, мы прошли паспортный контроль и оказались в просторном зале ожидания. Это уже очередь на вылет. Теперь наше путешествие закончилось. Мы вновь вернулись в Красноярск. Первым делом нужно получить багаж. Какие-то есть претензики? Ну, отдельные. Вот в зале ожидания плохо слышно. Информацию сейчас напишу как-то. Ну, так, в общем-то, пока никаких. Все нашли, рейс нашли. Насколько комфортно было? Ну, зал, конечно, не сравнить с тем, что сейчас есть в Емельяново, да. Но достаточно комфортный терминал. Есть, конечно, некоторые нюансы. С нами едет Мишка и кактус, собственно, кактус при досмотре упал. Упал на ленте, поэтому будем что-то предлагать, наверное, чтобы такого больше не было. Если был бы мой кактус, я бы расстроился сильно очень. На этом наш перелет окончен. Теперь нужно заполнить вот такую анкету обратной связи пассажира. Здесь необходимо оценить работу персонала и оборудования по пятибальной шкале и оставить свое предложение. Руководство Красноярского аэропорта учтет все замечания и постарается исправить недочеты. Первые настоящие пассажиры полетят отсюда уже 27 декабря. Максим Лебедев, Павел Иваницкий, 7 канал.